Всем здрасте! Пополнение плейлиста про аниме. У меня где-то два ночи, наверное. Хотя сейчас уточню. Я тут как-то... Да, два ночи, два пятнадцать. Слушайте, я как в точку. Как-то отошла слегка от видео. Ну, я постараюсь наверстать пущенное. В общем, только что закончила смотреть аниме. Слушайте, смотрела. Я даже название не смотрела, как оно называется. Что-то оно у меня было в закладках. Тыркнулась на картинку, решила посмотреть. Ожидала что-то другого. За два дня уделала. Ну, за два дня, за три, наверное, с перерывами. Потому что все-таки там 11 серий по 20 с чем-то минут. Аниме называется Планета короля зверей. Не судите по обложке. О названии книги, как говорит Кью Бэй в третьей главе Тамуры Камуры, которую я тут вчера, по-моему, буквально реализнула. Суть такая, очень... Аниме, сейчас даже, наверное, скажу. Там манга еще есть. Манга, по ходу дела, я не знаю, продолжается ли она писаться, рисоваться, но переводится, все еще переводится. Сейчас я... Ну, и все-таки, на какого оно года? 2006... Ну, я сначала хотела сделать видос на три аниме, которые я последние три аниме просмотрела. По собственному желанию, не потому, что там кто-то попросил. Но что-то вот закончилось это на аниме, я решила... Досмотрела один из серий там. И решила, что исключительно про него, потому что с теми двумя оно как-то, может быть, чуть-чуть пересекается, но не настолько. Чего хочу сказать. Очень классное аниме. Напоминает, «Новсекая из долины ветров», чисто потому, ну, да, там глубокое будущее, земли уже практически нема. Немножко даже так сказала, то, чего узнается в последней серии, да. Если вы его не смотрели, то гляньте, там фантастика, такая драма, то-се. Немножко напоминает, не знаю, ну, у меня ассоциации странные, мне напоминает, наверное, надо смотреть в камеру, а то опять кто-нибудь вякнет, что я в камеру не смотрю. Камера, привет! Камера! Привет, камера! И привет, тот, кто любит, когда смотрят в камеру. Короче, в общем, напоминает мне «Эвангелион». Хотя там, мне кажется, как день и ночь, но чисто вот если в плане фэнтези, в смысле фантастики, да, в плане фэнтези тут у нас, я только где-то на четвертой серии поняла, что раз главного героя зовут Тор, а не совсем главного, но типа злодея зовут Один, то это как-то у нас к вигингам немножко, да, к Скандинавии. В общем, у нас тут скандинавские мифы переплелись немножко с христианскими, потому что у нас там есть женщина Ева, которая родила типа суперчеловека, но почему-то суперчеловек, мне всякие там как бы национальности в нем переплелись, если посмотрите аниме, то поймете, о чем я. И мне почему-то ассоциация сложилась, что этот суперчеловек, это не Адам, первородный, да, и мать у него, как бы Ева, ну, Адам и Ева как бы были, да, там, это почти муж-жена, ну, практически, по-христианской этой мифологии, иудейской или еще какой мифологии, а тут у нас получается, что он как бы бог, никто его там не может замочить, сначала он у нас блондинчиком был, вообще у него изначально был брат-близнец, который на самом деле не совсем ему и брат, точнее даже и не брат, и сначала мне казалось, что там вот такая любовная история, мальчик-девочка, потом, значит, мальчику, оказывается, нравится девочке постарше, а потом на самом деле никакой любовной истории, и нет. Ну, наверное, все-таки надо, может, сказать про то аниме, с которым мне сначала показалось, но, ну, я, конечно же, наверное, забыла название, а нет, кузнец какого-то там магического меча, я даже, наверное, все-таки постараюсь уточнить, и там тоже своего рода как бы любовная история, но такая не прорисовывается, изначально кажется, что да, вот Сесиль и Люк, будут вместе, но в конце, в итоге, Сесиль как бы получает обещанное от Люка на три удара меча, все-таки будет аниме, видос про три аниме, да, анимешный такой видос на три аниме, Сесиль получает меч от Люка в последней серии, и такое, типа, признание, но мне кажется, что только я поняла, Сесиль, наверное, не врубилась, что Люк ей там практически в любях признался, в общем, уточнила я название, первое аниме, которое, вот из этой троицы я посмотрела, принц пошляка, кошка не смеяна, или не смеющийся кот, если быть точнее, принц пошляка, не смеющийся кот, что меня так объединило, именно, что как бы романтическая тема, там как-то начинается одно, но на самом деле, в итоге оказывается совсем другого, потом, Кузнец священных мечей, это вот то второе аниме, где есть Сесиль и Люк, и третье аниме, это вот у нас Один, Тор, Валькирия, Один черт только не есть, даже Ева, в общем, последнее аниме, которое я посмотрела совсем недавно, очень классное, очень советую, не буду пересказывать все-таки сюжет, но фэнтези, фантастика, что-то такое, сильно такое будущее, мне очень понравилось, и какие-то там растения, которые в итоге спасают свою планету, тоже как-то, ну, может быть, из-за того, что оно где-то там рядом с Навсека, и может там какой-нибудь автор один, я как-то не загонялась, я еще хотела заранее посмотреть, но как-то не стала, может еще что-то, может у японцев это как-то, какие-то определенные мысли на всех одинаковые, насчет будущего, что вот все человечество зафигачило свою землю, свою планету, но растения все-таки такие живучие, и они лучше, чем люди, потом вот этот серединный сериал анимешный, который я недавно досмотрела, тоже что-то за несколько дней, за несколько серий, ну, слушайте, когда перестала делать эти ваши трансляции, не, я, конечно, делаю там это, может, постараюсь в следующее, вот это, которое будет в воскресенье, но как только я перестала делать эти трансляции, так я стала, у меня появилось желание смотреть аниме, у меня стало возникать это видеоэкологическое главное, ну, правда, я тут получила так, что неделю отдыхать, немножко взяла от рейндропс, по семейным обстоятельствам, скажем так, и у меня даже немножко времени появилось, вот, и желание посмотреть аниме, в общем, это у нас вот кузнец святого меча, кузнец святых мечей, на самом деле там главная героиня, мне кажется, это вот именно Сесиль, такое своего рода средневековье, какая-нибудь там альтернативная Европа, несколько сюжетов в одном аниме, где главные герои, вот, девочка Сесиль и рыцарь женского пола, и, грудастая девочка Сесиль, рыцарь женского пола, и чувак, который, ну, такой, хамло такое, своего рода, хамло такое, хамло, хамло, вот, знаете, люди такие есть, ну, чаще всего мужики встречаются, которые, вот, я такой крутой, ну, он забывает, что он изначально был каким-то не крутым, и ни черта не знал, и прежде чем стать крутым, он до хрена изучил, да, и вот, есть такие люди, вот этот вот как раз герой, Люк в аниме встречается с этой девочкой, он как бы, он ее спасает раза три, она, слушай, сделай мне меч, у меня меч сломался, ну, сделай, сделай, нет, не сделаю я тебе меч, я вот такая френа, ну, я так понимаю, что он в самой, наверное, первой серии, как они встретились, он на нее западает, но из вредности даже сам себе не признается, и вот последняя серия, он ей как бы признается в любвях, но до нее, по-моему, не доходит, потому что она как бы пытается его свести с его подопечной, тоже не буду пересказывать сюжет, если не смотрели, то я надеюсь, вы посмотрите, ну, те, кто любит аниме, и смотрят мой канал, но я надеюсь, вот такие все-таки есть, и как бы, если вы решите смотреть, к нему, тебе посмотрите этот видос, и вот этот ролик досмотрите до этого момента, как я говорю, вас заинтересует, то гляньте это не мы, если вы смотрели, то пересказывать сюжет вам роли не играет, если, конечно, только мое мнение как-то разнится с вашим, тогда можете что-то такое сказать в комментах, ну, и третье аниме, которое, оно уже первое, это Принц-Пашев, Кошка Несмеяна, Несмеющийся Кот, оно у меня очень долго лежало в закладках, я про него там аннотации читала, кстати, аннотации 50, ладно, 80% аннотации к аниме, я не знаю, кто пишет, потому что 80% из 100% получается так, что вообще неизвестно о чем писали, к аниме никакого отношения не имеет, почему я решила еще эти объединить, у них у всех такая философская одна конкретная, ну, не конкретно, вот одна на все три аниме тема, но именно философский такой подсмысл, есть в каждом аниме, с виду вроде такое, также вот, Принц-Пашляк, Кошка Несмеющийся Кот, он как бы такая ржачная, очень ржачная анимешка, хочу сказать, но у нее есть свой такой подсмысл, очень такой, серьезный, скажем так, совершенно к юмору никак не относится, и там вроде как такая тема, сначала мальчик уйдет с одной девочкой, потом мальчик уйдет с другой девочкой, я думала, что он все-таки был с блондиночкой, ну, или хотя бы с брюночкой, но в результате ни с той, ни с другой, и люди, если вы смотрели аниме, и при этом вдруг увидите этот ролик, и досмотрите до этого момента, Принц Пашляка Несмеющийся Кот, может быть, кто-нибудь объяснит мне, я, конечно, понимаю, что можно залезть в Википедию, или еще куда-то, почему подружки Фасольки называли ее Фасолькой, или мне так попалась такая озвучка с переводом, что ее звали Фасолькой, блондиночка такая, которая сначала косила я такая богатая, днем, ночью вкалывала, утром училась и спала, и косила под богатую, ну, у меня сейчас открыта как раз фоном вкладка, это вот картинки мигают на риде, ну, на самом деле, это файн аниме, по-моему, подраздел, но вот именно, надо было, конечно, глянуть, имена героинь, потому что сначала я их помнила, несмотря на то, что в этом форме голоса я нифига не запомнила, кого как зовут, ну, там тупо меня пинали, чтобы я посмотрела аниме, если бы я, допустим, оно мне висело в закладках, по собственному желанию давно, то я бы, конечно, возможно, даже запомнила бы имена героев, но у меня 50 на 50, я то запоминаю, то не запоминаю, вот хоть сейчас я уже третье аниме, второе аниме после этого подсмотрела, ну, вообще, досмотрела другое аниме, но я еще помню героиню Сесиль по имени и Люка, который, как бы, я планировала, что у них там вот под конец аниме хэппи-энд, но там, по-моему, тоже есть манга, может быть, и вроде как даже Ранобе, возможно, там как-то все это в Ранобе или манге более развито, но как-то, хотя особого потаенного какого-то смысла, допустим, в той же срединной анимешке, скажем так, в Кузнеце Святых Мечей я не заметила, но вот в этом плане их объединяет именно, что вот кажется, что ГГ, мальчик и ГГ-девочка будут вместе, но на самом деле все как-то неромантично в итоге, возможно, надо было как-то по сценарии придумать, чтобы этот видос был какой-то скомпонованный, возможно, надо было каких-то больше эмоций сделать, но вот что-то мне так захотелось поделиться, что вот аниме посмотрела, оно напоминает и на Всекарию из Долины Ветров, и еще, который я, кстати, раза три, наверное, пыталась смотреть, но что-то всегда прерывалось, а на какой-то момент все-таки в свое время досмотрела до конца. Потом вот этот вот Принц Пошляк, я его хотела отдельно сначала обосреть, но что-то руки как-то не дошли. И, по-моему, я его смотрела-смотрела с перерывом, потом, наверное, этот самый анимешку эту заказную осилила и вернулась уже дальше досматривать Принца Пошляка. Милый такой мальчик. Ну и как бы вот постараюсь как-то обратно втянуться в русло этих видеозаписей, видеороликов, там что-нибудь обозревать и тому подобное. И я даже начала монтировать этот видос уже месячной, наверное, давности промыла с бальзамами. Когда у меня камера моя не вот это, не вебка, а вот то, что вот здесь, Соника, немножко заглючила. но как-то там я смотрю, там минут на 40 наверное выйдет, я осилила только одну треть монтажа, поставила в сохраненке и следующее желание в монтаж, как-то так. В общем, смотрите, читайте Мазгу, читайте третью главу Хамуры-Тамуры. Я надеюсь, что уже в следующий раз я буду клинить, ну точнее я собираюсь в следующий раз клинить уже на смартбуке. Кстати, у меня моя подружка Маша сказала, что оказывается хоть я искала вот, я говорю, технику не хочу обозвать, а на технику хорошо смотрят. Я может быть все-таки обозрю, сделаю видос сборной планшетика графического Вейком. Он Би Вейком вроде как, или Байк как-то так. В общем, он Вейком и Престижу Виндас 10. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Редактор субтитров Корректор А. Редактор субтитров